Я сейчас пойду поговорю с остальными людьми здесь и тогда мы сможем сесть в машину и мы отвезем тебя туда и попробуем найти твой рюкзак и велосипед. В твоем рюкзаке есть что-то кровавое или что-то, о чем нам стоило бы беспокоиться? Думаю, нет. Просто припасы, которые я взял с собой. Ты сказал, что принял душ дома, верно? Да. Ты был залит кровью? Да я весь был в крови. Мои очки, все было перепачкано. Хорошо, сейчас мы отведем тебя в другую комнату и оттуда поедем. Тебе нужна еще вода или что-нибудь еще? У нас в холодильнике есть еще, если хочешь. Все хорошо, я допью эту. Несмотря на записанное видео признание, в суде Кевин Дэвис не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. 8 октября 2014 года его приговорили к пожизненному заключению. В ответ Кевин лишь улыбнулся присяжным. На данный момент Кевин отбывает срок в психиатрическом учреждении Jester 5 в Ричмонде, штат Техас. Имеет право на условно-досрочное освобождение в марте 2044 года. Про право на досрочное освобождение сразу скажу. Как правило, они его не получают. То есть право у них есть, но досрочного освобождения, скорее всего, не будет. Там как бы... Ну ху** его лечить, почему не е**ть просто? Потому что у нас наказательная парадигма, а не предотвратительная. Ну как и везде в мире. Предотвратительная парадигма правоприменения вообще не используется. Нигде, абсолютно. Поэтому... Ну а из этого что следует? Что если человек убивает людей, убивал и признает, что еще будет убивать людей, но это происходит потому, что он просто е**анутый, то он же не виноват, за что его наказывают? Ну все, значит его лечить надо. Потому что в наказательной парадигме так получается. Наказывать его не за что. Это же он просто болеет. Ну так вот. В предотвратительной парадигме это не так работает. Копы на допросах всегда так любезничают? Или тут просто чел такой? Я до американских и канадских тоже допросов смотрел. Всегда. То есть я не видел ни одного кейса, когда был бы там охуевший мент. Ну или просто по-хорошему охуевший мент, дескать, как бы. Подожди, ты что сделал, блядь, с кошкой? Типа, не, ни разу. Я не знаю, как такой отбор, в принципе, возможен. Если честно. Ну я рос в Российской Федерации, столько понимаю. Кто виноват в том, что он ебут? И Вася Пупкин? Никто не виноват. То есть то, что ебут, человек кого-то убил, это, ну, как бы, это же явление природы получается. Понимаешь? Кого наказывать-то некого. Все. Наказательная парадигма. Это везде в мире так. Вообще везде. В Канаде еще и из дурки выйти достаточно просто. Даже если ты в дурку по уголовке попал. Потому что в Канаде был кейс, ну, я говорил уже про документалку, To Zachary, и еще был кейс с этим огромным, короче, китайцем, который чувака съел в автобусе. Просто подсел в автобусе к чуваку, достал нож, его за... Начал есть прямо там на глазах у изумленной толпы. И как бы он был приговорен к принудительному лечению, он уже вышел. То есть в Канаде там в этом плане еще больше пиздец. В США ты, если попадаешь в дурку, дурка-то это при тюрьме. И эта дурка от тюрьмы отличается именно тем, что как бы из тюрьмы-то ты, может, выйдешь. Условно-досрочно, или пошел на сделку со следствием, или там миллион вообще возможностей. А вот в дурке тебе эту хуйню могут продлевать indefinitely. То есть там у тебя будет в приговоре написано, что через 12 лет, через 16 лет ты будешь иметь право на пересмотр дела, дескать. Но очень редко бывает такое, что комиссия послушала человека и такая, да он здоров, выпускайте его. То есть как-то так получилось сделать, что у них в принципе такой заинтересованности нет. И эти чуваки там остаются, как правило, навсегда. То есть в этом как бы проблема косить по шизе в США, что люди косящие, ну в смысле косить, я имею в виду выбирать в качестве защиты в суде то, что ты шиз. В том, что ну да, тебе могут поверить, и ты попадешь в дурку, и ты оттуда никогда не выйдешь. А если бы ты честно признался бы, что в принципе вменяемо и все спланировано, и ты просто извращенец и так далее, то у тебя будет конкретный срок. Ты хотя бы под старость выйдешь. Концовка этой истории, впрочем, предсказуемой. Да, кстати, в силу моего аутизма в упор не понимаю, что значит, если он не контролирует себя, потому что ебанат, то он не виноват. А кто виноват, ебанат? Ну если он не контролирует себя, как он может быть виноват? Это то, что ты виноват, подразумевает, что ты можешь контролировать себя. Да, то есть так же, как если тебе приставили пистолет к голове и сказали что-то сделать. Ну, виноват, наверное, не столько ты, сколько человек, который заставляет тебя что-то делать, правильно? Но в ситуации с психической болезнью, там нету человека, который приставляет тебе пистолет к голове, а пистолет к голове у тебя есть, и это твоя шизофрения. То есть эта тема с «хороший коп, плохой коп» — это неправда? Хороший коп, плохой коп есть такое, но плохой коп — это не как в кино показывают, что он приходит и там угрожать начинает и так далее. Потому что если мент будет угрожать подозреваемому, то он просто запорит себе все дело. Чувак буквально на свободу может выйти. Вот этот чел мог выйти, например, на свободу, если бы мент сорвался. Очень легко. Получается, в убийстве никто не виноват? Нормально. Ну да, ну так как. Когда камень на человека упал, что в этом виноват кто-то? Ну нет, наверное. Это не ошибка, вы же, что он, мол, я не видел. Ты о чем? Слышал, что в Калифорнии вообще дурок нету, это правда. Во всех Соединенных Штатах Америки дурок так-то нету. То есть есть психиатрические лечебницы, но они частные. И они не для криминальных случаев. И в них нельзя принудительно никого посадить. Но по заявлению от родственников можно. Даже скорее по разрешению от родственников. И дурки, в которые определяют уголовников, они при тюрьмах, как правило. Это крыло тюрьмы. И из этой хуйки очень сложно выйти. Я про то, что на всех записях допросов менты вежливы на ключевое слово на запись. А, в этом смысле. Нет, там все обязано записываться. Че, посмотрели. Деньги не плати. Деньги не плати. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас Не плати. Не плати. Не деньги. Субтитры сделал DimaTorzok